буквально сразу без ожидания сел короче такси вообще даже минуты не прождал от еду к метро московскому самое ближнее никакого такси не надо брать вот прибыл я на метро достоевского красивый храм открывается многие спрашивали где мы где у меня находится крювинг вот он ренессанс пол на шестом этаже у них два этажа здесь не таки снег убирают все работают сейчас что сделаю пишу контракт поеду спокойненько обратно у меня еще до самолета 6 часов с запасом необычно конечно с Аркангельска приезжаешь в такой город непривычно все-таки город миллионник архитектура другая совсем контракт подписан еду сейчас родно в кулково красивое метро владимирская 100 метров под землей примерно девушка которая новенькая чё хромаешь когда уже все подписал становилось все нормально но я была сломана я скажу вы все вроде бы слава удачи короче едем на контракт хромы красота реки люстры огни на сейчас в сторону проспекта ветеранов в обратном порядке едем в педере сегодня кстати холодно минус 16 я короче сел на маршрут 39 аэропорт а он поехал в другую сторону установку проехал сейчас короче обратно обхожу квадрат и короче где-то вот там должна быть остановка короче разминаю ногу у меня еще запасе четыре часа поэтому как бы можно и погулять это в районе метро московская в общем нахожусь вот и калининград прилетел такси пожаром вот это вот считай сейчас встречаемся с водилой почти как летом здесь плюс один короче история повторяется опять пересекаю польскую границу пешком уже без костылей это короче один из таких удобных путей в общем через российско-польскую границу можно уже рвануть куда-то либо через эстонию до через эстонскую границу вот эти два пути сейчас используют наш крылинг потому что сейчас все границы закрыты можно выезжать только морякам ну и вот человек тоже чем нам делать нам работать доживет вот его выпустили то есть должна быть причина какая-то так сказать уважительная а ты можешь подкинуть вот сейчас во время коронавируса ну все теперь я в Польше последний пункт прошел здесь вот такое вот такое вот место где можно зайти погреться ночью до минус 4 обещали мой водитель опаздывает через 15 минут должен приедет на эту стоянку и мы поедем дальше 100 километров где-то до грантик и в 6.30 сейчас у нас получается время сколько 20.40 следующий самолет у меня в 6.30 утра с Польши потому что буду на судне только к часу дня такая вот веселая движуха у меня вот я и в Польше идем в туалет перематывать ногу вообще он вспомнился в фильме терминал реально тут жесть один никого больше нету вот следующий рейс только в 6.30 вроде аэропорт большой а рейсов мало ну все потому что все закрыто все полеты закрыты ничем не работает тишина сейчас пойду место поудобнее найду и залягу спать дыня дыня вот этот туалет просто моднявый если бы не унитаза можно было не понять где ты находишься короче дали зеленый цвет пошел тест за минуту негатив летим дальше и какая здесь красота ковролин в таком огромном холле нам нужны 13 ворота лечу я значит с Архангельска то есть у меня между самолетами было большое количество времени но вот сейчас я лечу до Амстердама уже вроде я вам расскажу план как я вообще летел то есть с Архангельска до Питера с Питера соответственно Калининград в Калининграде меня брал такси драйвер вот с ним ехал где-то час может чуть больше потом значит на границу польскую пересекал и дальше брал меня уже другой польский таксист и мы где-то полтора часа ехали уже до Гданьска я сейчас нахожусь вот сейчас отсюда я лечу в Амстердам в Амстердаме пролетаю где-то 8.30 и перерыв будет там между самолетами то есть час и как бы хорошо что у меня вот только с собой один рюкзак и так иначе может быть возникнуть проблема серьезно достаточно моряки многие так попадали уже что не успевали багаж забрать самолет улетал вот и что и в Дублин Дублин летим с Амстердама там я значит уже купил билет коч по моему сайт так называется попросили меня скрюинга забронировать забронировал и значит на автобусе где-то часа 4 уже до корка там меня встречает агент ну какой-то план будет так что так ладно поехали у нас есть еще 15 минут перекусить в Макдональдсе и полетим ну что в Амстердам прибыл короче только-только успевая минута в минуту там уже посадка почти началась мои ворота Д-14 бегу как могу расстояние это приличное конечно же через все эти шопинги через день 3 проходим вот эти штуки кстати очень хорошо помогают переходить быстро в Амстердаме мне в Амстердаме нравится без них уже хвост тяжко обычно улетал где-то вот здесь до 10 сейчас блин аж 14 кто-то 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 сколько еще идти первый раз я в Дублине прилетел в такую необычную страну сейчас на Амикдайс вам говорю но я говорю так ну в Корт вот они двухэтажные автобусы английские точнее ирландские моя зона 11 получается ну выйду сюда попозже когда уже буду готов точнее время подойдет сейчас идем кушать 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 нам еще ехать 4 часа короче заказал заказал купил поездить себе пока ждал автобус вот такой вот шоколад молочный за евро 15 и вот это тоже евро и один по-моему стоит текст цены я выложу в тикток можете зайти посмотреть как прошелся как в негазу можете сравнить их цены с нашими с российскими я кстати не удивляюсь что в Ирландии идет дождь иду сейчас на автобус оботяги показали все вот такой автобус короче минимум людей можно сейчас садиться ограничения я бронировал заранее только успел места остались вот эти где бирки наклеены сюда садиться человек не должен вот как у меня сюда можно садиться ну и там сзади видите где можно садиться совсем мало народу раньше битком ездили они здесь сейчас только так все из-за коронавируса какой еще момент ремень по-любому обязательно закреплять еще удобно я очень давно не катался но никаких колюхий не видел на удобство взрывно вообще хули отдыхает что меня удивляет вроде дождь а люди бегают велосипеда катаются раньше не обращал в Англии на это внимание думал все-таки они бухать больше любят виски оказывается нет их даже дождь не смущает судя по всему они привыкшие к такой погоде потому что тем более зима классическая английская погода сейчас мы пока едем еще по дублину наше destination корк где-то 3,5 часа и проехать наслаждаться видами так прикольно что едешь по центру считай как на экскурсии только мне конечно ничего не рассказывает ну хатажные автобусы проезжаем туристические вот такая архитектура везде в Англии здания небольшие 3-4 этаж да смотрите как замечательно разделяется дорога 4 полосы по трассе сейчас едем в другой город если даже ты не поломаешь ни оторвет ни руки ни ноги ты оставишься живым и навстречу не выскочишь наверно 11 в 10 11 в 11 и вы переходите в последний день приятно Unless вы очень красивая города и вообще как вы понимаете обычно потому что acho пока так что, в нём, можно ходить вокруг, но потому что COVID-19 всё закрыто, ничего не открыто. Мы открыты, из нашего страны? Куда ты пришел? Да, из России. России. И что в России сейчас происходит? Все становится лучше? У них вакцины? Да, но я пока не использую вакцину, но я не хочу использовать вакцину. Я думаю, что это только для вашего спокойствия. Да, да, да. Для всех людей с проблемами. Если вы получите вакцину, значит, что никогда не получишь COVID-19. Я не верю в это. Мы сейчас идем на какие-то формальности, чтобы сделать штамп или что? Нет, нет. Прямо на воду? Да, прямо на воду. Да, да, да. Обычно, если вы получите иммиграцию, то вы будете в Дублинном Афорте? Да, они уже поставили штамп. Да, да. Но из вакцинга еще не предупредит выхода, да? Да, да. Да, да. 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 Красавица. Кто не красит? Полиска. Что? Ну что, я вернулся, я в свою процавицу. Ну что, вернулся в свою процавицу? А что, вернулся, я в свою процавицу? кто не встречает работы путь не кипят вот такой вот здесь терминал вернулся я на свое судно очень этому рад честно говоря не думал вообще не гадал что я смогу это сделать все получилось вроде сейчас у нас стать неплохая линия входим в ирландию получается до перехода неплохие сейчас вы до выгружаемся сегодня погода все-таки не испортится выгрузим тут 2 800 и пойдем на францию на погрузку и потом уже в норвегию много чего поменялось экипажа только тонус поменялся дед уехал таком понятное поменял капитаны поменялись норвег неделю посидит и потом едет тоже домой приедет тот же с тем я работал судно неплохом состоянии много что поменяли ребята даже в трапном заменили сейчас единственно что начнутся покрасочные времена погода ближе уже идет к лету будет моя задача это контролировать обеспечить безопасность бариков так что так друзья все на этом будут выходить ролики конечно скоро новые по навигации по расхождением все всем спасибо за внимание всем пока